Время движется, брат, пора браться за оружие. Всем больших приветов, друзья, подруги, зрители и подписчики. Я та самая Романия, эльфийка Аэтерна из Эндерл. Хочу сказать, что первый видос по модам на Скорим вроде как неплохо зашел. И это был, так скажем, первый опыт в этом непростом творчестве, на которое ушло много времени. И вот снова я хочу представить и показать вам моды на Скорим на по-прежнему стримерском канале. Этот видос вышел уже в 2020 году, хотя я планировала на конец 2019, но не получилось из-за сильной моей занятости. Эти моды также подходят для разных версий игры. Обычный ванильный легендарный из Special Edition. Ну как сказать, моды эти довольно редкие, мало кому известные, подразумевают определенный класс. Холодное оружие. Это оружие, созданное модотелами, является смертоносным. Им можно не только прострелить колено, но также отобрать в бою сладкий рулет, устроить бунт в церкви. Нет, нет, я ничего не имею против верующих, вы не подумайте, это всего лишь игра. Провести восстание против магов и в конце концов забрать душу дракона. И это еще самый малый список, который я привела. Хочу сказать, что мне, персоне, имеющей ЧСВ равное нулю, удалось с трудом найти подходящие моды. А мне не всегда дается все легко. На просторах пространств, посвященных Скайриму, а также выразить огромную благодарность молоделам, которые постарались создать эти шедевры. Опять же, в этом втором своем видео по модам скажу, что это не топ 10 коих миллионы на просторах ютуба. Я просто покажу моды над Скайрим, которые действительно можно поставить и наслаждаться комфортной игрой. Все ссылки на моды вы найдете в описании к видео. А перед тем, как я начну подробный рассказ, рекомендую подписаться, поставить лукас и колокольчик. Этим вы поможете мне и моему каналу в продвижении. В этом моде речь пойдет об очень идеальном оружии, которое ни разу не встречалось ни в мире Скайрима, ни в других модах, а также ни в других играх. Эти покрытые сталью и серебром мечи величаются мечами Джейсуса. Нет, я сейчас не о известном ютубере и твич деятеле Джессусе. Я вот еще удивляюсь, что столько совпадений. Ну да ладно, откинем это дело в сторону и поговорим об этом на вид завораживающим холодным оружием, которое привлекает и приковывает с первого взгляда. Данный мод добавит в мир Скайрима 51 вид совершенно нового и уникального оружия. Вы только посудите, 51 это далеко не мало. Так что вы рискуете остаться в Скайриме еще дольше, оттачивая свои боевые навыки и повышая время задержки в прекрасном мире фэнтези с драконами. Из оружия вашему взору откроется меч паладина, каджитская сабля, рыцарский меч страха, который вы можете изготовить стандартно в кузнице или найти на просторах Скайрима. Вот этот клинок просто поразит вас своим внеземным внешним видом, не зря его называют драконьим клинком. А все что носит драконье название имеет широкий красивый и агрессивный дизайн, что значит далеко не низкого качества. Ну так чисто мое мнение, вы можете конечно утверждать обратно. Именно из-за дизайна я отдам большое предпочтение этому клинку, ибо нигде в Скайриме и в серии Тес я не видел ничего подобного. Но по силовым характеристикам он тоже не уступает. Включая в себя 16-базовый урон, является доедрическим, который так ценится народом, наносит урон огнем, ловит души и также предотвращает взлет драконов. Неплохо, правда? Клинок связан с приключенческим квестом. Найти его можно на скале с видом на кратер Драконий Зуб к востоку храма Пере Айта. Это оружие чаще завораживает своей древней историей и культурой, духом японской культуры. Но что оно делает в Скайриме, и как сюда попало? Ах да, конечно, фантазии и мододелов нет предела, мне это нравится. Были времена, когда катаной мне доводилось пользоваться в Скайриме, и эта катана была не особо могущественной. Так, обычный бонитовый кусок железа. Японское оружие Сёгуну, да, оно прям так и называется, представляет собой коллекцию мечей самураев и ниндзя. Да, мне конечно кажется, что мечи очень сильно отходят от лорности игры, но имеют место быть. Как никак я не могу представить секиры в мире фэнтезийной ролевой игры, коей является Скайрим. Оружие представлено разное. Тут вам и одноручные катаны, так и двуручные. Даже есть даэдрические мечи из Моровинды и духовный меч из Анимаблич. Не радует, конечно, тот неприятный факт отсутствия двойного зачарования этого самурайского чуда. В общем, если вы прониклись идеей продемонстрировать своё боевое искусство и почувствовать себя настоящим, ну или же настоящей Кэнсэем, да, даже самим Миямото Мусари, то бегом в кузницы Скайрима. А этот мод посвящается всем поклонникам Star Wars, но тот самый всеми любимый фантастический боевик, где присутствуют джедаи и световые мечи, а также известный всем люкс Скайокер, который славился значимой фигурой в Галактической и Гражданских войнах, и Магистром Йодой, одним из самых сильных и мудрейших джедаев своего времени. Но не самая хорошая идея углубляться в длительный сюжет Звездных войн. Хочу сказать, что этот мод полностью состоит из световых мечей, которые я упомянула чуть ранее. Арты умские клинки можно создать, обладая рукописью одного небезызвестного мага из коллегии Винтерхолда, при этом имея титул Архимага. Клинки подают очень крутой урон, который превышает дейдрический, немного превышает, ибо у меня принято считать, что дейдрическое значит самое могущественное. Оружие наносит урон магии, смотря, конечно, что крафтили, не поддаётся зачарованию. Очень удобно блокировать, сражаясь с магами, так что маги, трепещите, джедаи уже в пути во главе с магистром Йодой. Немагам тоже достанется хороших люлей. Следующий мод просто поразит вас своим штормовым названием, но я так понимаю, что сокрушительной магии электричества вам мало. Что ж, Секира Молот, сокрушитель Бурь, с радостью её вам заменит. Хотя о чём это я? Неужели магию можно заменить холодным оружием? О, это не просто холодное оружие, а настоящий молот Тора, в этом случае к чёрту магию. Что оно даёт? Во-первых, полный иммунитет от молнии и урон электричеством при ударе. И это не зачарование. Также при силовой атаке происходит огромный грозовой заряд. Уже чувствуете силу Тора? Во-вторых, урон от данного оружия возрастает вместе с повышением вашего уровня. То есть урон будет расти сам по себе. Знаю, что вы привыкли затачивать любое оружие, но только не это, оно просто не поддастся этому. Где же его раздобыть, спросите вы. Нет, это вам не бутылка Вилли и магия Сираны. Тут куда более странная ситуация. Запустив мод, молот просто появится перед вашим взором. Но сначала появится надпись о происхождении чего-то странного. Затем произойдет электрический взрыв, являя это могущественное оружие. Но чтобы оно появилось, нужно выполнить квест на свободу. В общем, сила Тора уже с вами. А вот этот мод больше подходит для мифических сказочных эльфов. Но обычно луки и стрелы ассоциируются именно с ними. Но луков тут никаких нет. Мод довольно ядовитый, как и стрелы, о которых пойдет речь. Это очень простое оружие на самом деле, которое позволяет создавать ядовитые стрелы для ассасинов. Но ассасинами в Скайриме я никогда не играла. Так что это мне чуждо. Те, кто смотрел мои стримы, видел, что я вкачала обычного лучника, который лезет на пролом, не зная о скрытности и пользующиеся также обычными диэдрическими эйбонитовыми стрелами. Оно подойдет разве только профессионалам в этом деле. В кузнице доступны для выковки ядовитые стрелы скорпиона. Ритуальные, ох, какое пугающее название. Стрела Тишины и многие другие. И еще чуть не умолчала о бонусе. Деэдрическом кинжале Миронеса Даггана с эффектом яда. Думаю, он заменит ассасином другие посредственные кинжалы, коих немало. Самое мудрейшее оружие появляется тут впервые. Стоп, в смысле мудрейшее? Что за бред я только что сейчас сказала? Это ж меч из Наруто, вселенной, которую некогда давно хейтили. Но ладно, не об этом речь, проще говоря, меч это из недр японской культуры. Меня лично никогда не интересовало подобное творческое изобретение восточного азиатского происхождения Люда. Но имя Учихова мне о чем не говорит. В одно время оно мне успело надоесть по горло. И этот меч, о котором я сейчас стал дычу, принадлежит именно ему. Почему я решила внести этот мод в свой список? Все потому, что меня зацепила форма меча в виде спирали. Он состоит из сферы, ищущих истину, которая известна только самим фанатам Наруто. Но уж точно не мне. Когда-то хейтищи это замечательное японское произведение. Да и пофиг, главный меч замечательный. Многого стоит побегать с ним в Скайриме. Ах да, оружие зовется мечом на бог. Это очень опасное оружие убийства в форме ДНК. Тех, кто к нему прикоснется, будет повержен в прах. Этот меч бога когда-то использовался мудрецом шести путей, о котором впервые слышу. Но теперь он доступен вашим рукам. Так что вперед крушить непослушных скайримских демонов, великанов и, если возможно, драконов. Крайне историческое оружие с флагом имеет необычный дизайн. С тряпкой в виде флага, хотя я шучу, тряпка весьма красивая, украшенная узорами. Оружие Жанны, да, так и называется. Какой Жанны? Наверное, Деарк. Что совместимо с историческим персонажем. Это оружие способно устраивать необычный хаос во дворах, что мы и видим на видео. Сама Деарк тоже любила устраивать хаосы в свое время, тем и прославилась. С таким не страшно будет не то, что демонов в темном переулочке покромсать, но и пойти и покрасоваться во дворце Элисси в Солитюде. Ведь у него очень огромное огненное разрушение, чему вы свидетель. Ну и вот, я дошла до девятого по счету оружия. Снова катана. Что-то многовато катан, не правда ли? В этот раз светяющаяся разными цветами, имеющая магические характеристики. Мне о ней известно лишь то, что не так давно эта лазерная катана засветилась в фоллауте в виде мода. Это ничем не примечательное достояние искусства, которое слегка при увиденном вызывает восторг, не более. Но меня лично такое завораживало всегда. Поэтому рекомендую поставить мод и юзать до тех пор, пока не начнет тошнить. И последний оружейный мод, который я вам озвучу, содержит два клинка, как в Принце Персии. Только вы представляете Принца Персии против драконов? Для меня такое открытие предстает впервые. Это оружие с труднопроизносимым китайским названием Якудан Шихай, которое было основано предками редгардов, затерянных в песках времени. Они были элитным множеством народа Якудан, который поселился на земле Хаммерфилл. Эти особые войны обладали способностью материализовать меч, используя свою собственную жизненную силу, известную как Шихай. Опять далеко, мне китайское название замучили в конец. Странные эти Анси Шихай, имеющие два ранга. Один в физической форме, второй в мистической и более могущественной. В общем, это пока все, что нам следует знать о мечах редгардов. Также имеется две мирская составляющая. Довольно могучее оружие, которое окутано тайное. Кто его изобрел, неизвестно. Остались только реликвии, когда-то известных людей. Судя по написанному, оружие производит огромные звуковые волны, а также голос дракона. Но не всегда. Так иногда вам пойдет. Посмотрев видео, которое оставил мододел, и сделав свой вывод о десятном по счету оружии в моем списке, а также поняв, что же способны творить эти орудия убийства, можно просто голову потерять от того, как опасно и жестоко они расправляются с врагами и драконами, оставляя только от них прах. Ну, по сути, нет, другие этого и заслужили, следовательно, пали от моей руки. И вот, наконец, мой список 10 модов на оружие подошел к концу. Так что прошу проявить понимание, воздержаться от резкого хейта в мою сторону, так как это видео делалось очень долго, ибо я очень ленивая задница, которую надо время от времени подпинывать, и желательно сильнее. Если есть идеи и пожелания для моего канала, прошу написать в комментариях. А сценарий и видеоряд подготовила для вас с Романи. В общем, подписывайтесь, ставьте лукасы и колокольчик. А также вступайте в группу ВК. Там вы узнаете расписание моих стримов и видео.